Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Новосей Инстит ТВ. С вами я, Ольга Витковская. В прошлый четверг частное рейтинговое агентство Иган Джонс понизило кредитный рейтинг США с 2А+, до 2А на фоне опасений по поводу государственного долга страны. В отчете указано, что за период с 2008 по 2010 годы госдолг США вырос на 23,6%, а ВВП всего на 1,6%. К концу 2012 года отношение госдолга к ВВП, вероятно, достигнет 106%. Судя по этим данным, финансовая стабильность страны находится под угрозой. Один из трех китов оценки рейтингов S&P сохраняет рейтинг США 2А+, после понижения в августе прошлого года, тогда как Moody's и Fitch удерживают его на уровне 3А. Прогноз всех четырех агентств по долгу США негативный. Все эти данные подкрепляются напряженной обстановкой на рынках труда и жилья Соединенных Штатов. Согласно официальному отчету, безработица в США сократилась до 8,2%. Однако показатель новых рабочих мест оказался намного хуже прогнозов. Было создано всего 120 тысяч вакансий. Эта цифра не оправдала даже самого пессимистичного прогноза. В итоге Министерство труда объясняет снижение безработицы уменьшением числа работоспособного населения. Кроме того, ряд экспертов полагает, что США ожидает очередная порция конфискации собственности за долги. Эксперты прогнозируют резкое увеличение числа отобранных домов на фоне снижения цен на объекты недвижимости.